Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet в GTA 5. Всё как всегда, это вторая серия, и сегодня я расскажу вам о всей экономике на этом сервере. Так что желайте приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом хотел бы вам сказать, что у меня есть форифериальная система, ну и, собственно, нет. Здесь пока что на сервере, поэтому промокодов пока что, пацаны, нет. Так что вы можете в комментариях это не писать. Собственно, экономика. Сегодня я вам расскажу о ценах на домах, какие они вообще бывают, о ценах на безах, какие они бывают, где бывают, и цены на номера. Ну, автомобильные, конечно же, и налоги. Вот налоги здесь очень жёсткая фигня. Это вторая серия, хотел бы вам сразу сказать большое спасибо за просто бешеный актив этой первой серии. Давайте на этой серии наберём не меньше, я буду вам очень благодарен. Давайте, если эта серия набирает 60 лайков, сразу выпускаю и следующую, прям сразу. Собственно, приехал я в такое знаменитое место под названием Груз 3. Давайте начнём всё-таки с домов. Сейчас я вам покажу, какие есть D-класс, потом B, C и A, конечно же, и лайфхак один. Один лайфхак. Худ откроем, вот, и посмотрим, например, вот этот дом. Это D-класс, это номер 228, ничего себе так подошёл. 590 тысяч, слот для гаражей отсутствует. Короче, пацаны, я так понимаю, есть ещё здесь дома, которые с гаражом, и есть, которые без гаража. Кстати, видите, не все дома, они меткой поставили, может, потом добавят. Кстати, дома раскупили, пиздец, вот просто все раскупили. Вот, например, без гаражей 510 тысяч, только я не знаю, зачем дом, типа, без гаражей. Ну, может, есть он, ну, по идее, когда есть гараж, вот тут пишется, вот, два места, вот. И такие дома стоят по 790 тысяч. Это класс D, если я не ошибаюсь, да? Давайте сейчас зайдём, посмотрим. Это, о, зайти можно, нифига. Это класс D. Короче, вот такие дома 750, 790, это класс D. Теперь поехали, я вам покажу класс B. Или C, ну, попробуем. Итак, пацаны, приехал я на место помажорнее, оно ходится где-то здесь. По идее, здесь более дорогие дома должны быть. И сейчас посмотрим, что по ценам и по местам. Так, можно вот сюда зайти, оп. А, по идее, класс C должен быть или B? Да, C класс 3 миллиона, уже выкупили, Travis Scott, понимаю. 4 места, получается, А класс, ой, D класс 2 места, C класс 4, да? Вот, а, вообще слот отсутствует, типа, 2500 стоит. Окей, здесь что стоит? Блин, надо выкупать побыстрее, а то я ещё даже не купил. C на 4, да, тоже. Вот, такие, короче, есть дома. Стоит, ну, 2500, это без гаража, и 34 с гаражом. Вот, 4 места, 3400, вот. Вот такие, короче. Сейчас поедем, посмотрим ещё B класс. Ну, мне кажется, это ближе к Вайнвуду нужно ехать. Есть C дом за 5700 на Санта-Марии, его уже выкупили, офигеть. Так, 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 так. B класс, мне кажется, это Unreal найти, это надо ехать сразу на ВВ. Который хуже, мне кажется, будет это B, который лучше, это А. Мне кажется, вряд ли есть так. Сколько? Сколько, сколько? 5300. Охренеть. Вот это цены, чисто из-за того, что ты живёшь возле моря. Конечно, можно будет потом сдавать туристам всяким, ну, да ладно. Вот, пацаны, я приехал в деревню, ну, не деревню, это такой вот мажорный этот район. Даже лучше, мне кажется, Вайнвуда, вот здесь такая прямая, недалеко от университета. Мне кажется, я сейчас вполне охренею просто от цен на такие дома, но они, конечно, мажорные охрененные. Но лямов 10-16, где-то так они будут стоить, и 100% заняты уже. 33 ляма? Охуеть, 10 мест, а класс, 33 ляма. Я просто не представляю, сколько там налога будет, ну, мы потом, я вам скажу, сколько. Вот, наверное, такой на 10 мест, это А-класс, 33 ляма, офигеть. Я не знаю, это долго нужно работать. Офигеть, 33 ляма тоже. Может, подешевле будет, не? Так, оп, 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 побежали. Тоже 33, да? Или 30? 34 даже. Офигеть, прикольно такой домик без этого, без гаража. Хотя вот этот прям вообще мажорский. Конечно, лучше вот такой, с этим, с воротами. Так, оп. И что здесь? 41 ляма. Все. Б-класс мы, кстати, только не нашли. Вот Б-класс. Вот интересно, сколько будет стоить Б-класс. Но я надеюсь, если я найду, то вставлю, типа. Вот, например, обычный домик на ВВА. Класс 10 мест, 28,5 миллионов. Вот с виду такой простой, маленький домик. Ну, должен быть Б-класс, я думаю. Не? А-класс все-таки. Б-класс 6 мест, 10 лямов. За 20 получается 10 лямов, даже 18, а то и 20 переплачиваешь за 4 места. Хотя можешь отдельно купить другое. Но это капец. Нужно задротить и задротить. Я думаю, все дома мы посмотрели. Теперь переходим к бизнесам. Посмотрите, какая бандитка-семерка на интеркулере. Че, турбо поставили или че? Короче, по бизнесам. Вот есть здесь, например, бизнес. Да, это находится в центре Лос-Антоса. Хотя это не имеет никакого значения. Он уже 100% занят, я думаю. Да, вот, например, 6,5 миллионов. 65 тысяч выплаты. Короче, в чем прикол? Есть бизнес там 40, 49, 50. Здесь нету, как насмотрит. Там 15, 30, 45, сколько там, 60, 75, 100, где-то так, да? Вот это тоже. Здесь получается, вот, бизнес, если на 30 тысяч, значит, он стоит 3 ляма. Если бизнес там, например, вот там есть, я знаю, вот. Сейчас вам покажу. Вот здесь, вот здесь бизнес. Вот прям вот здесь, да. Там он на 150 тысяч выплаты, но он стоит 15 миллионов. Короче, если вы хотите выбрать бизнес, просто умножайте его выплату на 100, и вы узнаете, сколько бизнес будет стоить. В принципе, все легко и все просто. В принципе, менюшка выглядит где-то вот так. Мы просто вписываем сюда вот... Ой, что-то я открыл, не то. Вписываем просто номер, например, А, да, например, А123МР, там, 35, и нажимаем посчитать стоимость. 1 миллион такие стоят номера. Но если мы сделаем А001МР, вот такие, вот, то они будут стоить 7 миллионов. Вот. И также, если мы сделаем полублат, они будут стоить 8 миллионов. Вот. Если мы сделаем фулблат, то есть А, 3 Ашки, вот, они будут стоить 16 миллионов. Только что встретился с Иваном Грозным, если ты это смотришь, тебе большой-большой привет. Он сказал, что всего лишь можно иметь один бизнес. То есть, еще шансы накопить большие... А, хотя, хуй знает. Вот, за лям бизнес 10 тысяч уже выкупали. А, мне кажется, бля, в первую неделю они особо в цене не вырастут. Типа, можно накопить свободно. Вот. Но то, что они их уже позанимали, что-то я не ожидал, что их так быстро позанимают. Поэтому нужно, пацаны, ускоряться. А я здесь контент пилю, бля, не то, что на бизнесы надо копить, я контент пилю. Вот, и последняя глава в этом видосе... О, кстати, нам еще бизнес. Ладно, ладно, побежали туда посмотрим. Ебать заскриптованный, или это кто-то работал? Если это бот так заскриптован, это ты охренел только что. Так, а здесь тоже выкупили, да? Да, бля, лям 400, все бы выкупали без... охренеть. А, вот, например, можно купить за 2600. Короче, все, пацаны, я работать. Но, сейчас я вам расскажу о налогах. Это самая просто смутная тема, которая меня бесит на этом сервере. Прям пиздец, как бесит. Это же не РП. Ладно, на смотре добавили налоги на дома. Ладно, пусть будут здесь еще налоги на дома. Но, здесь есть еще налоги на транспортные средства. Собственно, налоги. На дома, в которых два парковочных места. Это 20 тысяч рублей, я так понимаю, в день. Или в игровой день, не знаю. Наверное, в день именно реальный. 20 тысяч. На 4 места 60 тысяч. На 6 места 120 тысяч. Это пиздец. Это 6 мест 120 тысяч просто в день улетает. На дома А-класса, которые, так понимаю, по 10, по 15 лямов, это по 300 тысяч. А которые, вот, те, которые мы смотрели по 30, по 40 лямов, это 800 тысяч лям в день. Вы понимаете? Один бизнес, там 100 тысяч. Еще 700 где-то нужно брать. Это пиздец. Пиздец. Это я другим словом вообще не могу это сказать. Вот. И самая бесячая херня, это налог на ТС. Вот. Если у тебя тачка до 100 лошадиных сил, ты будешь платить 20 рублей за одну лошадку. Если у тебя до 150, 30 рублей за одну лошадку. Если у тебя до 200 лошадиных сил, тебе нужно платить 40 рублей за одну лошадку. Если до 300 лошадиных сил, 800 хотелось бы, да. От 80 рублей за одну лошадку до 400 лошадиных сил, 100 рублей за одну лошадку. До 500 лошадиных сил, 120 рублей за одну лошадку. И от 500 лошадиных сил, 200 рублей за одну лошадку. Вот. И, как я обещал, лайфхак. После сбора необходимой суммы, вы можете приобрести себе дом. Вот. Чтобы его приобрести, вы можете самостоятельно искать их на карте, как где-то делали мы. Либо же приобрести карту домов. Для использования данной карты вам нужно купить её в агентстве недвижимости. То есть, мы заходим в Escape, мы ищем это агентство. Вот, оно, в принципе, есть. И едем туда, покупаем карту. И с помощью карты мы можем открыть и посмотреть, какие дома заняты, какие свободные. Ой, блядь. А какие коллассы, короче, места, гаражи, вот это всё. Ну, в принципе, пацаны, это всё. Всё, мы посмотрели все цены на дома, безы, также мелкий вам лайфхак такой. Вот, кто ещё работает на безы, ускоряйтесь, пацаны. Мне нужно уже ускоряться, конечно. Там бизнес на 2,6, там выплату. Я ещё даже ляма не заработал, но я уже на него глаз кинул, вот. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Напоминаю, 60 лайков и выходит сразу следующий видос. Напиши в комментарии, есть у тебя бизнес какой-то или дом. Уже ты успел накопить или нет. Подпишись на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Поставь колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.